Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и я Юля. И мы сейчас находимся в парке Алые Паруса. Посмотрите, какой вид прям с этой точки мы можем наблюдать. Это наше любимое водохранилище Воронежа. И этот парк, блин, на самом деле офигенный. То, что он находится именно на берегу и то, что можно прийти здесь покупаться. Ну, покупаться вам никто не разрешит, потому что покупание запрещено, да? Ну, можно взять катамаран и поплавать здесь. Вон там даже аренда катамаранов и лодок. Влюбленные парочки приходят здесь и плавают, и наслаждаются этим прикольным видом. Парк Алые Паруса считается одним из самых молодых парков Воронежа. Он был образован в 1975 году. На его территории проложили дорожки, оборудовали места для купания водохранилища. А также здесь стали проводить различные общественные мероприятия. В частности, День города. Пройдя совсем немножко по этому парку, мы можем встретить вот этот веревочный парк. Где для всех возрастов детей есть трассы. Также и для самых маленьких. И уже постарше. Они различаются там желтые, синие, зеленые. В 90-е годы парк пришел в запустение. И лишь в 2009 году им заинтересовалась администрация. И уже в 2011 году началась реконструкция этой территории. Также здесь очень много сделанных локаций для фотографий. Вот даже вот как там сделана и шишка, и домик Баба-Яги. Для восстановления парка приглашен был дизайнер из Франции. Он решил не менять концепции парка, но внес некоторые изменения. В соответствии с современными понятиями красоты и удобствами. Дизайнер отдал предпочтение дереву. И старался по максимальному сохранить все растущие сосны на территории парка. Вы знаете, я тут прошелся и думаю, а что люди там стоят и смотрят? Оказывается, здесь бегают белки. Вы представляете, как классно. Также специально для алых парусов был выведен особый сорт роз. Воронежские. Эти цветы устойчивы к холодам. Поэтому они радуют отдыхать до глубокой осени. После реконструкции многочисленные птицы и белки остались жить на территории парка. Прогуливаясь по парку, вы попадаете на центральную его аллею. Здесь красивые зеленые цветущие розы. И также газон зеленого цвета. Такое чувство, как будто вы переноситесь в летнюю сказку. А сейчас уже ноябрь. Приятно отдохнуть в парке Аллы Паруса можно в любом возрасте. Но возможностей для детей здесь гораздо больше. На территории представлено большое количество детских площадок в виде различных городков. Также в парке имеется веревочный городок с дорожками различной сложности. Также здесь есть детская площадка в виде замка, где каждому ребенку будет весело. Там есть горки, качели и много что интересного. В парке имеется летний театр под открытым небом, где транслируются киноленты и спектакли. Здесь летом можно смотреть фильмы, а также всякие сценки, кукольные театры, мультики. Это офигенно же! На пляже организован прокат катамаранов и лодок. Кстати, купание в парке категорически запрещено. Но позагорать можно. Имеются раздевалки. В парке несколько площадок. Одна из них спортивная. Она и футбольная, и баскетбольная. А зимой она переоборудуется под каток. Также имеется большое количество кафе и различных киосков седой. В 2019 году в парке Аллы Паруса был проведен первый общегородской выпускной. Также этот маяк недавно сделали. И он подсвечивается всеми цветами радуги. Ночью здесь могут сделать и триколор, и какие угодно картины. А также направить луч света на правый берег. Рядом с парком был построен красный маяк. Высотой 46 метров и весом 122 тонны. Имеет разноцветные огни и зенитные прожекторы, имитирующие лучи маяка. Оказалось, что это не просто арт-объект, а стилизация опоры и линии электропередач. Тематически он дополняет прибрежную зону. Жилой комплекс Белые Паруса, парк Аллы Паруса, а также корабль-музей Готеп Придистанция на противоположном берегу водохранилища. Ребят, кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и пока!